Самый главный вопрос, который я вижу под каждым постом в группе и каждым видео на канале. Как купить новое дополнение? Сделай гайд, объясни, как играть-то, почему не дают? И вот видео с заветным заголовком вышло. Но гайдом я это не называю. Я расскажу о том, как купил дополнение я, а решение о том, делать как я или нет, принимает каждый сам за себя. И прежде чем я перейду к сути, скажу, чтобы купить, нужно, чтобы было на что купить. Давайте уделим несколько минут спонсору, благодаря которому вышел этот ролик. Dwing.net – старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Существуют разные способы купить дополнения, разные надежности и удобства. Самый простой способ – попросить кого-то из знакомых в другой стране подарить вам игру. Но, возможно, с этим будут проблемы, сейчас они есть, какую-то игру нельзя подарить, какую-то игру дарят, мне вот недавно подарили. Так что все это надо всегда проверять. Правила меняются очень быстро. Можно купить ключи с игрой на разных сайтах, торговых площадках Steam. Это простой вариант, но зачастую дорогой. И некоторые просят за делюкс издания Lightfall до 7000 рублей. На ПК. Жесть. Я выбрал для себя вариант с переключением своего региона Steam на Турцию. Сделать это можно было и самостоятельно. Я вот нашел хороший гайд на ДТФ, но что-то пошло не так, и или я ошибся где-то, или способ тоже как-то изменился. Но на всякий случай оставлю ссылку в описании. У меня, в общем, не то чтобы прям получилось самостоятельно сменить регион. Поспрашивал знакомых и по их рекомендациям пошел на главный сайт последнего полугода Плати Маркет. Рад бы я сказать, что это реклама, но нет. Никаких партнерских отношений у меня нет ни с одной торговой площадкой. Ну, если вы являетесь представителем таковой, напишите мне. Поработаем. Но все, что я расскажу, это просто мой опыт. То, как я покупал, чем я рисковал и сколько этого всего стоило. Дам ссылки и советы о том, как себя обезопасить и получить дополнение выгодно. Итак, первое, что я сделал на Плати, нашел хорошего продавца, который недорого и быстро поможет сменить мне регион на турецкий. Я купил эту услугу у продавца, чья страница сейчас у вас на экране. Если писать ему в указанное время работы, то отвечает быстро. В моем случае все заняло минут 15 от силы. Что тут может напугать? То, что вам нужно будет передать свой логин и пароль от Steam, а потом прислать код аутентификатора. Но, к счастью, продавец не сможет сменить, например, пароль без доступа к почте. После того, как услуга была оказана, а валюта учетки сменилась на лиры, продавец дал мне несколько рекомендаций. Один-два дня не пополнять баланс кодами, один-два дня не менять пароль, не покупать игры, не возвращать купленную игру, которую он добавил, и не дарить игры. Меня, конечно, напугал пункт про «Не меняй пароль», поскольку я поставил временный пароль, так что для того, чтобы обезопасить себя и успокоить, сделайте вот что. Когда продавец сообщит, что все готово, зайдите в Steam, в пункт «Об аккаунте», и найдите меню «Защита аккаунта», «Настройка Steam Guard». А в самом низу открывшегося меню выйдите со всех устройств, на которых логинилась ваша учетка. Это лишит продавца возможности заходить в акк, и теперь любой логин потребует код авторизации, приходящий к вам на почту. После того, как ваш акк стал турецким, вам нужно на все том же плоти купить карты пополнения кошелька в валюте турецких лир. Вот опять же, где покупал я. Коды пришли в течение 24 часов, и все работало отлично. По цене дополнение «Конец света» встало в 900 лир. То есть по ценам через посредников на сайте, это чуть больше 4000 рублей. 4,5 по-моему. Я покупал пак на 1000 лир с небольшим запасом, чтобы в кошельке осталась возможность купить что-то еще. Серебро, то же самое, донат тоже. Подвезут. Итого, переводим регион на Турцию, ну или на другую какую-нибудь страну. Для этого или руководствуемся инструкцией, ссылку на которую оставлю в описании, если она действительно все еще рабочая. Или, если не смущает передача Ака, покупаем услугу смены региона на плоти. Потом не забываем разлагиниться на всех устройствах через настройку аккаунта. Ждем пару дней, чтобы техподдержка не подумала, что вас взломали и не восстановила вам предыдущий регион. И пополняем кошелек с помощью платежных карт в валюте вашего нового региона. Покупаем нужную игру. После этого вы играете и запускаете Steam как обычно. Никакой VPN обязательный вам будет ни к чему. Еще раз повторюсь, это просто алгоритм, который прошел я. Я только делюсь своей историей, ни на чем не настаиваю, никому не говорю делать только так. Это не гайд. Наверняка есть комфортные варианты, но о них вы можете рассказать в комментариях. Как минимум, как консольщикам покупать, я рассказал только про Steam. Пожалуйста, будьте внимательны. Надеюсь, ролик был вам все же полезен и я ответил на вопросы о том, как я приобрел дополнение. Если ролик и правда полезен, там ссылочка на бусте в описании. Мой. Можно подписаться, канал поддержать. Ну и до связи.